Рассказываю про приложение Zoom, про сервис онлайн конференции. Ты сидишь дома, у тебя по плану сегодня вторник, домашняя группа. Тебе необходимо для того, чтобы провести эту домашнюю группу, зайти в магазин Apple Store или Google Play и установить приложение, которое называется Zoom. Устанавливаешь себе на смартфон, планшет, ноутбук, домашний компьютер. Для того, чтобы начать пользоваться этим приложением, тебе необходимо зарегистрироваться. Зайдя в это приложение, тебя спрашивает, какая твоя электронная почта. Заводишь туда свою электронную почту, придумываешь пароль и жмешь кнопочку зарегистрироваться. После этого на твою почту приходит сообщение о том, что ты зарегистрирован, для подтверждения зайдите по этой ссылке. Проходишь по ссылке, все, ты можешь пользоваться этим приложением, как организатор встреч, так и как участник встреч. Сначала расскажу, как быть организатором встреч для тех, кто планирует организовывать домашнюю группу, встречу служения, может быть рабочую встречу. Как быть организатором встречи? Тебе необходимо запланировать, зайти в вкладку запланировать онлайн конференцию. Запланировать эту конференцию на дату и время, которое тебе необходимо. Например, вторник, 24 число, 19.00 вечера. Ты запланировал ее, после этого появляется вкладка запланирована конференция. Зайдя в эту вкладку, ты можешь найти ссылку приглашения, которой ты имеешь возможность поделиться. Нажав кнопочку поделиться или пригласить в эту конференцию, у тебя возникает возможность поделиться этой ссылкой разными способами. Через смс, через различные мессенджеры, через группы в социальных сетях, вконтакте или в фейсбуке. И ты благополучно отправляешь эту ссылку тем людям, которых ты приглашаешь на эту конференцию, на эту встречу. Как можно отправить лично в сообщении, так можно и отправить в группу, чтобы многие люди, находящиеся в этой группе, могли присоединиться по одной и той же ссылке. Зайдя по этой ссылке, люди, они в данный момент увидят о том, что организатор встречи еще не начал конференцию, подождите, пока он ее начнет. Но когда наступил тот момент, назначенного даты и времени, и вы начали эту конференцию как организатор, люди, которые переходят по этой ссылке, они оказываются в онлайн-комнате, в которой проходит эта встреча. Что такое онлайн-комната? Это пространство, виртуальное пространство, в котором видно вас, вас слышно, и вы все можете общаться, все, кто находитесь в этой конференции. У организатора есть один такой бонус, возможность отключать аудио, отключать микрофончики у всех участников встречи и отключать видео. У каждого участника есть возможность отключать свой звук и включать его, и, соответственно, также с видео. Один нюанс. Для тех людей, у кого есть ноутбук или компьютер, например, без видеокамеры, вы можете подключиться к этой конференции, но вас не будет видно. Вашего видео не будет возможности с чего запускать. Можно заходить с телефона, и тогда надо настроить камеру, чтобы она смотрела на вас, ну, вот эту встречную камеру. Для участников. Расскажу, как быть участником этой конференции. Вам прилетает ссылка на участие в конференции. Вы переходите, ну, кликаете на эту ссылку, и у вас смартфон спрашивает, как открыть эту ссылку, в приложении Zoom или в браузере. Кликайте в приложении Zoom, вы точно перейдете в эту онлайн-комнату, и вы сможете присоединиться к той встрече, на которую вас пригласили. Я думаю, что этот сервис максимально удобен и прост в обращении. Верю, что у вас получится им воспользоваться. Вы настроите это приложение для себя, может быть, для своих близких, и сможете продолжать общаться вне зависимости от того, где вы находитесь, насколько далеко друг от друга. Вы сможете не прекращать это общение с Господом.